Сан-Винсент Так, мы посетили остров Сан-Винсент и переплыли на гренадины. Государство называется Сан-Винсент и гренадины. Сан-Винсент не посетили, а гренадины – это много-много-много островов, которые расположены между Сан-Винсентом и гренадой. Гренадины – это, типа, такие маленькие гренадки. И вот мы на одном из островов, он называется как-то там, как он называется? В Беке. Мы уже такие, как опытные морские путешественники. Выходим с корабля только для того, чтобы найти интернет-кафе и просраться набором великолепнейших, блистательных, искрометных постов. Это единственное, что нас интересует. Люди припадают к интернету. Их очень сложно потом отдирать. Они под любыми предлогами пытаются задержаться в кафе подольше, заказывают еще кофе, пытаются съесть пару омлетов. То есть все для того, чтобы побольше сидеть в интернете, пока трафик еще качается. Трафик, надо сказать, здесь говеный. И за тот час, что мы сидим в кафе, мы особенно не успеваем ничего написать. Только опытные люди, которые умеют с полного будуна ночью заготовить заранее посты и с утра, быстренько придя в кафе, выложить их на сайт и после этого наслаждаться кофем, именно как кофе, а не как поводом посидеть подольше на берегу. В принципе, всякие пляжные дела, там, купания, все эти там лодки, яхты, экскурсии на какие-то места, где лежат черепахи, нас абсолютно не волнует, поэтому мы на такую фигню не отвлекаемся. Косточка. 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 Косточка, аккуратненько. Молодя, да. Что это? Ваба. 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 Где вы, ребята, из России? Руссия. Руссия, мэн. Реал. И мы снова с карточки Яндекс.Денег сейчас будем платить за очередную пачку открыток, которые я пока не представляю, как мы будем писать, но нам надо что-то придумать. Деньгами мы уже все решили. Мне очень нравится, что люди через формулу жежечки переводят деньги, они попадают на мой кошелек явно в деньгах, а к этому кошельку привязана карта, мастер-карта. Я могу в любом магазине тратить, как если бы это просто была обычная карта в обычном магазине от обычного банка. Легкость добавления денег туда, легкость их получения откуда угодно меня покупает. Почта Гринадинов, как и любая другая порядочная почта, абсолютно не желает признавать цивилизованные способы расплаты и не принимает кредитные карточки. Поэтому мы сейчас пойдем и снимем деньги в банкомате и купим марок. Пожалуйста, я подключаю свой секретный номер. Поехали? Работать. Красиво. Клуб Рожа. Клуб Рожа. Я люблю. Сегодня мы пообедаем марочным клеем. Мудро. Клуб Рогеев, как-то, мост. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Мы на базар набрали всякого барахла, всякого фруктового трэша, и что нам теперь делать в этой непростой ситуации? Ну, начнем с самого большого барахла, это черемоя, это растение семейства аноновых, близкий родственник аноны сахарного или райского яблока. Нам его продавали под соусом, это очень-очень полезно для мужчин, это такой специальный мужской фрукт, что прям, мне прям было как-то даже неудобно пробовать его прямо там. У черемои такая сладковатая, кисловатая, очень нежная мякоть, куча всяких полезных веществ в ней, и вообще, конечно, это супер фрукт. В Египте ближнего родственника называют ишта, и считают вообще самым вкусным, что в принципе может из земли родиться. Блин, мужики, хорошо вам? Ну, мужской фрукт очень вкусный. С папайей этот собачонок нас надул, конечно, она была вся хороша, но пока довезли, выяснилось, что один бок у него гнилый. Поэтому мы сейчас бестрепетной рукой разрежем ее, и вот этот гнилой бок выкинем нафиг за борт. Ю-ху! Люблю свою работу. Вот, а со спасенной половиной поступаем так. Вот эти вот семечки. Они, в принципе, тоже довольно вкусные, у них такой... А привкус хрена. Хрена или горчицы, чего-то такого, то есть они похожи на специю. Но мы их все равно вываливаем в специальный контейнер. А в оставшуюся половину берем лайм. Лимонов на всяких экзотических территориях нет вообще, есть в лучшем случае лаймы. Лайм тоже зеленый, сока в нем нет. Слепятся они семечки. Вот, поэтому теоретически берете нормальный, лимон нормальный с соком. Выжимаете. Потом сюда же перца. Вот, и сюда же соли. Тема, у нас новая гадость. Хочешь попробовать? Хочу. Да. А хочешь вот это попробовать? Вот эта вещь, конечно. Да, хочу. Пищит? А вкусно. Скажи. Что делать с манго, если вы его купили и надо с ними что-то делать? В странах магриба с ними поступает вот так. И мне, честно говоря, этот способ нравится больше всего. Разверяется поперек. И вот так вот аккуратненько раскручивается на две половинки. В одной половинке остается косточка, а в другую половинку прямо можно вот так вот ложкой. Ну, давайте. А выкручивать эту часть очень удобно, потому что, сцепившись с нее зубами, меня вот так вот выкрутят. Так, следующее. Это карамбола, или как он здесь называется, старфрут. Звезда фрукт. На самом деле, не знаю, что ее нам сучили, потому что все, что хорошего есть в карамболе, это вот срез. Декоративные способности. Да. Ей здесь нечего. Она совершенно водянистая, практически безвкусная, такая чуть-чуть шисловатая. Но красивая. Ей очень любят украшать всякие торсики, всякие вот вещи, которые надо украшать, иначе никто их есть не будет неукрашенными. Маракуйя. Вот это вот великолепная штука, конечно. Посмотрим, какая она. Ну, она великолепная в Кении, великолепная в Африке, великолепная бывает в Индии. Какая она на Карибах, я еще не пробовала. Ну, может быть, тоже ничего. Вау! О, о-е-е, детка. Это чужой 4. Это наш 4. Блин, вот это... Вот так вот выглядит хорошая зрелая маракуйя. Вот она должна быть жидкой, должна быть вот эта... Это похожая на комок лягушачьей икры. Вот она бешено вкусная. Вот. Маракуйю надо выбирать по степени заморщенности. Вот эта маракуйя не будет такая клевая, потому что она, видите, гладенькая такая, без панк. А вот когда у нее шкура уже собралась во всякие такие вот кракелюры, вот это значит, что с ней уже все очень хорошо. Вот. И самый интригующий момент... Вот. И самый интригующий момент это вот это вот. Нам сказали, что это... Я не знаю, что это такое. Если вы знаете, скажите, пожалуйста, потому что правда интересно. Вот. Нам сказали, что это такой овощ. Его надо слайсить и запекать со специями. И это будет как курица. Ну, при слове как курица мы сразу потеряли волю, взяли вот две таких хрени, будем их теперь запекать. А результаты доложим. А еще отдельно я хочу прорекламировать замечательные очки InView, которые являются солнцезащитным партнером нашей экспедиции. Эти очки у вас у всех обычные солнцезащитные очки InView, а у меня специальные солнцезащитные очки InView. Дело в том, что я ношу обычные очки и без них довольно плохо вижу, хотя у меня небольшой минус. А это специальные солнцезащитные очки, как чехол, они надеваются прямо на сверху, вот так. Держатся на том же носу, на тех же ушах, ложатся идеально. И я такого никогда не видел. Дело в том, что когда компания мои очки, которая продает InView, решила стать нашим партнером, я им сказал, знаете, ребят, я с удовольствием бы носил солнцезащитные очки, но только у меня уже есть очки. А они такие, глазом не моргнув, достают из чемодана и говорят, ну, а вот тогда тебе вот это подойдет. И оно отлично подходит. Я считаю, что даже если бы у меня не было обычных очков, я носил бы такие, потому что мне очень нравится, что у них, как у сварщика, еще есть боковое стекло, то есть очень клевая модель. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok